друзья как-то так вышло что сегодня 14 августа 2023 года и когда я был супер молодой и я себя представлял интересно даня каково это когда человеку 30 лет исполняется так вот сегодня последний день когда мне 29 а завтра уже будет 30 то есть такая красивая циферка юбилей именно поэтому кто хочет завтра кто вернее находится в белгороде кто хочет завтра за забежать пожать руку я буду искренне рад можете смело это в принципе в течение рабочего дня делать но мы команды собираемся примерно в 18 30 поэтому в этот промежуток тоже можете забежать тут уже рабочих моментов каких-то не будет я буду искренне друзья вас рад вас видеть если вы нас смотрите поддерживаете вот просто так сказать улыбнуться друг другу и взять наклеечки сегодня у нас план такой во-первых поскольку последний день до 29 лет нужно его провести с какой-то максимальной пользой так я подумал почему бы нам не сделать то что мы любим как обычно покрутить наши компьютерные железки поэтому сегодня мы это обязательно сделаем я думаю по названию ролика вы так понимаете что будет что-то такое веселое и интересное но это не все не просто так потому что завтра мы как раз то что сейчас будем крутить нам пригодится а пригодится в том плане что будет завтра небольшая битва то есть несмотря то что у меня казалось бы днюха да но я всякие небольшие призы и бонусы буду дарить ребятам за прохождение всяких интересных испытаний возможно же стримчик завтра запустим но это все еще не точно тем не менее друзья предлагаю сейчас опертам женькой переместиться в нашу сборочную и я вам покажу что за дичь мы сегодня будем делать так что вот проводим эти 29 лет как будто их и не было в что-то прошлое а впереди нас ждет что-то большое настоящее и будущее так что перемещаемся в нашу сборочную и так друзья какой у нас план нам нужно два одинаковых компьютера ну плюс-минус одинаковых который завтра нам послужит реквизитом для битвы сборки разборки на скорость сборок вы возможно видели когда мы ездили на вк-фест кажется там был такое вот соревнование так вот на завтра у нас одна из активностей будет как раз таки тоже что парни могли себя немножко проявить посмотрим кто самый быстрый при условии что приезжает еще ребята из воронежа возможно если все у них получится то это будет веселее то есть выясним кто на самый все-таки быстрый сборщик разборщик среди так сказать всей нашей тусовки именно поэтому нам нужно два компа в этом ролике от подсоберу 1 2 я думаю соберем как-нибудь за фоном но суть будет понятно я на самом деле решил сделать дичь полную потому что я так почитав комментарии под прошлым роликом где мы с вами обозревали 40 470 и 570 урокс и в этом стали было бы здорово по моему увидеть это в сборках я думаю действительно было бы здорово но вот что под такие простенькие дешевые видюшки с авито можно под собрать опять же основу совета и сегодня будет максимальная дикая дичь я бы даже сказал это не то что дикая дичь но это то что обычно я не рекомендую то что мы обычно показываем мастерских в плане не самых стабильных работ но то что мы сегодня с вами соберем то есть ну максимально просто и душевно давай я так сказать быстренько сделаю затравочку просто я молча я молча вот это все достану а кто-то уже поймет и у кого-то уже на небось рефлексы начнут какие-то работать и даже просто по виду вот одного вот этого кулера я думаю здесь все становится понятно но перед тем как друзья я сейчас покажу расскажу что мы соберем одни ребята нам прислали парочку очень крутых штучек я вам хочу про них рассказать смотри какие ништяки нам прислали ребята из гикбордс ну во первых наверное одна из самых часто используемых компьютерных мастерской вещиц данном случае у нас шалп аркан про это у нас по сути воздушный компрессор для чистки ноутбуков клавиатур машины многого другого на самом деле для чего хочешь эта штука используется но в компьютерных мастерских обычно продуваются системники видюхи ноуты работает это примерно так зажимаешь кнопочку на 3 секунды она начинает дуть потом дует еще сильнее и еще сильнее то есть есть целых три режима заряжается она большое спасибо современности через тайп си у этой вещицы 50 тысяч оборот в минуту и 6000 миллиампер часов для того чтобы эта штука не разряжалась при этом здесь есть несколько насадок такие вещи мы используем и в белгороде и вообще в любой в компьютерной мастерской мы их используем в больших количествах потому что у каждого мастера такая штука должна быть кучу необходимых насадок в зависимости от того что ты будешь продувать но чаще всего используется непосредственно с кисточкой потому что очень удобно сразу почистить продуть и пыль улетает мгновенно супер полезная штуковина поэтому плюс одна большое спасибо ребятам из гигбордс то что они не поленились и нам еще такую штуку прислали очень приятно я даже сказал это не мелочь это прям супер полезная штуковина но самое крутое чем нас ребята удивили они прислали клавиатуру фирму leopold совместно с гигбордс они сделали эксклюзивную модель qfc 750 rpd до этого я не знал что это за ребята но оказывается это южнокорейская фирма которая уже 17 лет на рынке и она делает невероятно крутые и надежные клавиатуры точнее этим и славится то что их клавиатуры абсолютно безотказные то есть по сути автоматы калашникова в мире клавиатур они делали механику еще до того как это стало мейнстримом и выработали так называемый иконический свой стиль и по сути стали законодателями моды в мире как раз таки безотказных клав их очень любят профессиональные геймеры опять же по той причине то что они просто не отказывают и стабильно на работают вы можете обратить внимание то что стиль супер сдержанный то есть абсолютно ничего лишнего сейчас многие клавиатуры пытаются там подсветку вам глаза пустить какие-то пестрые моменты окраски здесь же все строго в черном цвете она выполнена причем реально нет подсветки ты только вдумайся с точки зрения клавиатуры это уникальный момент из моментов который гиг бордс доработали они сделали улучшенные стабилизаторы также здесь присутствует mx silent red то есть у нас клавиатурка максимально тихая и шумоизоляционный слой тут добавочный поэтому ну беспокойте на вас точки зрения работы не должна но опять же друзья такая клавиатура берется мне кажется раз и как сказали ребята на там на 5-10 лет я ее поставлю себе и мы проверим лет через 10 вернемся когда мне 40 стукнет и посмотрим будет ли она еще жить работать но я так понимаю что да она будет жить и работать потому что ломаться здесь абсолютно нечему также друзья замечу то что ребята из гиг бордс они не просто клавиатуры там продают это наверное одни из самых крутых ребят сейчас на рынке которые кастомизируют делают абсолютно любимую любые моды если вдруг вы себе хотите какого-то эксклюзива либо просто есть вопрос по клавиатуре они дорабатывают абсолютно все перейдите по ссылке в описании оцените то что они как лица делают и я думаю большое им спасибо за такой приятный подгон посмотрим на что этот автомат калашникова в мире клавиатур действительно способен будем печатать также еще кстати добавлю то что здесь у нас присутствует пи бити даблшот это означает то что клавиши не сотрутся друзья не будут вечно работать и буковками своими на вас светить но в данном случае светить не буду потому что нет подсветки так что приступаем к нашей сборочки так все друзья убираем одну клавиатуру ставим вот эту вот леопольдовскую чтобы мы жили дружно причем что вы понимали знаешь когда люди делают акцент именно на качестве материалов при этом за адекватные деньги это всегда очень приятно потому что здесь у них внутри супер офигенно и снаружи супер четко и при этом недорого что не скажешь про нашу сборку потому что про супер крутизну здесь говорить не приходится но теперь давайте поподробнее друзья я сегодня с утра зашел на авито думаю так мне нужно две одинаковые компоновки для по сути вот этой вот битвы не думаю что можно максимально дешево взять ну естественно когда мы говорим про дешевизну всегда попадается в мозг и вот этот китайская какая-то тема где x79 x99 в данном случае я посмотрел белгородская авито офигел конечно же но нашел варианты которым не идеально подошли потому что продавец продавал сразу одинаковых несколько комплектов я думаю то что нужно и давайте подробнее рассказывать в руках у меня друзья какой-то машинист который даже не написан то есть здесь нет маркировки материнской платы здесь надписи ноль я даже не могу вам засчитать что это за материнская плата выглядит она максимально просто по классике жанрах мы видим огромное количество юсб-шников при этом из них всего две штуки юсби 3.0 ну спасибо хотя бы две и на этом тоже все по классике ничего вообще лишнего нету встроены графики естественно здесь отсутствует но самое главное что нужно понимать это у нас x99 и здесь присутствует процессор е5 2650 в 4 если бы я так часто собирал китайцы вам сразу бы сказал что за крутизна но по факту если нам не врет google то это 12 ядер и 24 потока вау то есть 24 назовем в кавычках ядерный проц здесь присутствует который по идее должен что-то вывозить из того что человек продал в комплекте то есть я купил сразу и мать и проц и оперативную память и еще охлад и теперь жизнь угадай сколько вот это все стоило как ты думаешь вот я в руке держу по сути куб без видюхи только видюху закинуть ну и булочок 6000 рублей ты что издеваешься что ли где такие цены мало сказал 10 тысяч рублей ты вот вот это ты со второй попытки очень близко попал потому что эта красота стоит 9 900 9 900 но опять же можно было на чем-то сэкономить но когда мне уже принесли я понял то что блин может быть имел смысл наверно самому по отдельности цепи сыр и потому что прилетай сюда еще разочек обратите внимание какая она здесь дидер 4 я все-таки отказался ик 79 задумки она была подешевле то есть можно взять себе на дидер 3 с зеоном но дидер 3 согласись это уже все больнее и больнее звучит с каждым разом когда мы когда он про дидер 3 говорим дидер 4 все-таки смотрится куда солиднее и она актуальна будет гораздо дольше здесь у нас присутствует две планки друзья о великий родион я конечно с максимально дешевый человек продавал этот комплект планки то есть он продает в 16 гигов за полторы тысячи рублей сверху то есть но это относительно недорого ты берешь две планки в сумме по 750 рублей по 8 гигов это 2 400 это родион как это все бы вместе будет проверял нет конечно в том ты красота то есть это не проверял это все на добром слове мы сейчас этим и займемся то есть мы должны с вами собрать какой-то невероятный проц с невероятной башни потому что башня также человек в комплекте если все хотите непосредственно 9 900 и целый комп твой насколько это сейчас будет адекватно мне сложно сказать но обратите внимание какая у нас башня у нас две медные теплодавающие трубки она становится вот так и все мы при этом друзья зная то что все-таки эта платформа которая любит но максимально пропускную способность памяти мы конечно здесь вот грустим мы грустим потому что у нас не все слоты заняты конечно максимально просто на способность здесь работать не будет хотя это крайне рекомендовано для таких именно платформ но нас то не особо интересует нас интересует просто сборка который будет включаться работать и какую-то перспективу иметь и вам заодно будет интересно посмотреть что савита в максимальном бюджете можно собрать с большим количеством потоком с хорошей современной оперативной памятью все-таки эта память не настолько старая ну и и что из этого получится также дальше друзья то есть основка 9000 рублей 9 900 верней ssd-шник я у нас мастерской взял это просто писи экспресс ssd на 500 гигов ее можно также купить в китае там за полтора рубля при желании за 2 это подороже потому что она чуть более назовем так в кавычках фирменная и сама по себе основка что будет я не стал сильно заморачиваться я взял на на самые дешево адекватные корпуса которые в днс можно было сейчас у нас приобрести это ордор гейминг классика жанра по мне одной вертушки здесь нету но хорошая продуваемость у него присутствует с потенциалом если вы вертушки будете устанавливать и вроде как там должна быть какая-то красивая стеночка закаленная это тоже нас нам очень нравится плюс классика жанра pf600 и дипкуловский блок питания что корпус стоит в районе трех с половиной тысяч рублей что блок питания стоит также до 4000 рублей шестисотник это безусловно перебор но имеем что имеем именно поэтому я сейчас когда быстренько подсобирует основа собирается на невероятно просто наглядно просто вам это сейчас момент покажем мы сможем потенциально сюда устанавливать видеокарту достаточно мощную все-таки шестисотник поэтому сюда можно даже будет поставить чем такой уже из современных моментов но мы экономные ребята поэтому нас rex и с вами есть мы сейчас все вместе затестируем поэтому предлагаю достать корпус и быстренько под собрать то что завтра мы будем с вами эксплуатировать а Субтитры подогнал «Симон» 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 И мы получаем с вами, ну, грубо, играбельные 35, 38, 40, 30 кадров в секунду. То есть все, вот в такой конфигурации можно смело проходить. Как ты выйдешь из помещения, пожалуйста. Ну, что ты начинаешь? Я пока выйду из помещения, а тут знаешь, сколько времени пройдет? Ну, ладно, давай. Хоть поднимемся. Ну, вот с ракет. Ну, я тебе точно могу сказать, что мы на высоких настройках получаем 30-ку, потому что мы с той 570 тестировали. А проц здесь... Это надо вниз было. А проц здесь, да, не переживай. А, блин, это разгар, ну, кратко. Да, проц здесь с запасом. Ты видишь его загрузку, то есть здесь все будет упираться в любом случае в видеокарту, которая загружена под 100%. Делая немножко суммирую, у меня есть еще для вас сюрприз, который я Никитоса попросил на фоне подсобирить другую сборку для завтрашнего дня. И знаешь, к чему мы пришли с тобой? 50-50. У нас одна дохлая основа. Просто. Впервые, блин, в жизни, в последний день 29-летия решил купить две платформы, чтобы собрать, так сказать, это... Сэкономить? Сэкономил. Ну, вот это основа вторая в точности. Причем, ну, я уже продал... Ты за каждую отдал по 9? Ну, ясен хрен, что не за две. За каждую по 9 900. Здесь полный комплект. Причем, посмотри, какая тут красота. 2 401 Radeon, причем в крови. Китайца, судя по всему. И вот такая вот с М100. На 3200, кстати, якобы. Ты кому показываешь? Тебе показываю. Ну, то есть, полный разношорт. И эта плата не стартует от слова «ваще». То есть, она на кнопку не реагирует. Человек сказал, ну, ладно, обменяю. То есть, это тот случай, когда он купил за долгое время две эти платы, и одна из них вообще оказалась не рабочая полностью. Вот так вот. Ну, это, по сути, чувак, у него тоже компьютерная мастерская. Он эти платы продает, занимается на большом потоке, поэтому... А, вообще не кинет. А? Короче, не кинет. Да, да, я надеюсь, то, что он не кинет. По крайней мере, я ему отписал, он сказал, все, не вопрос, завтра с утра разберемся, решим этот вопрос. Так что, я надеюсь, что я здесь не потеряю. Но, скажем, вот, идеальный момент. Здесь полностью комбинация, получается, Авито и ДНС. В сумме сборка, как мы с вами посчитали, около 20 тысяч рублей. Рекомендую ли я ее вам? Если у вас ограниченный бюджет, это не такие большие потери в случае, если какие-то косяки происходят. Но, как сегодня обнаружилось, это могут быть потери в случае, если вы берете одну такую плату, вам достается она вот в таком вот состоянии нерабочем, и, допустим, продавец, как бы, возвращать вам больше денег за это не хочет, и вы ее каким-то чудом не проверили с самого начала. То есть, небольшие моменты присутствуют. Также нужно четко понимать, что если вы вдруг начнете ее сами себе собирать, у вас могут возникнуть сложности непосредственно с М2. Также об этом скажу, потому что здесь есть необходимые перемычки. И вот тут, если вдруг ты сможешь, Женька, навестись, есть несколько, по сути, режимов. Есть SATA и есть NVMe. То есть, и здесь показана распиновка, что как будет включено. Потому что часто вы покупаете такие платы по неопытности, вставляете SSD, он у вас просто не определяется, и вы очень сильно грустите. Во всем остальном, я так скажу, с точки зрения производительности 24 потока, которые до сих пор актуальны и тянут. Я думаю, многие скажут, Даня, да блин, это вообще офигенная штуковина за свои деньги. Я соглашусь, с точки зрения того, что, опять же, бэушные чипсеты, все по классике, и могут быть подводные камни, как в данном случае. На свой страх и риск, друзья, рекомендовать ни в коем случае эту штуковину не буду. Завтра, если все у нас хорошо, и мы сможем дособрать другую сборку, не как вот эту, эти моменты, возможно, вы в стримчике увидите, как ребята будут уже на скорую руку соревноваться в офисе, кто все-таки самый быстрый и самый четкий. А сегодня мы посмотрели то, что, эх, двадцаточка, блин, все равно звучит прилично. Не знаю, у меня все, что касается 20-30 тысяч рублей, уже хочется все-таки собирать что-то из серии из более свежих i3 и в эту сторону смотреть. Но китайское железо было, есть и будет еще... У меня даже слово китайское говорю тяжело как-то говорится. Спасибо, что посмотрели, друзья. Это, возможно, было последнее видео на нашем канале в возрасте 29 лет. Дальше больше, тридцаточка, еще ближайшие 10 лет я умирать точно не собираюсь, поэтому мы с вами обязательно увидимся. Спасибо Женьке, что смонтировал этот ролик. Напишите те, кто до сих пор сидит на всяких Xeon, X79, X99. Нам будет приятно почитать. Ну и если завтра будете мимо нашего офиса приходить, загляните, так сказать, улыбнитесь. Нам будет также очень приятно. Увидимся с вами, получается, в новых компьютерных историях. Спасибо Жене. Спасибо вам. Спасибо китайцам. Спасибо всем людям в мире. То, что мы с вами живем и будем жить. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok